До 2025 года в Кустанайской области должны приватизировать 36 гособъектов. 13 из них, а это 9 средств массовых информации, ТО «Тазалык-2012» Кустаная и ТО «Общежитие» в Лисаковске уже поменяли собственников. Еще три объекта, среди которых ТО «Таранг-Измет» и ТО «ЖКХ-ремонт» Кустаная ликвидированы. Продать доли госучастия в Кустанайской области должны были и на 17 субъектах естественных монополий. Но государство решило, что стратегические предприятия отдавать в бизнес не нужно. По итогам заседания Госкомиссии по модернизации экономики было решено, что все субъекты естественных монополий будут сняты с комплексного плана приватизации. Сейчас ожидаем внесения изменений в постановлениях правительства, то есть они будут исключены. Это предприятия, которые в районах и в городах по области осуществляют теплоснабжение и водоснабжение. Это, например, Кустанайская теплоэнергическая компания. Хотя по КТЭКУ было запланировано не на этот год, все-таки на 2024 год мы уводили на поздние более сроки. А по районам, допустим, на этот год были Затобольская теплоэнергическая компания. В Затобольске тоже в Кустанайском районе имеется ГКП «Озерное». В итоге, по данным Управления финансов, сейчас приватизируется в регионе один объект – это ТО «Спутник-2012» в Рудном. За предприятие, которое занималось ранней модернизацией ЖКХ, государство просит 61 миллион тенге. Модернизация ЖКХ – это объект, который занимался реинновацией жилищного фонда. Доли продаются, стопроцентные доли. На сегодняшний день, насколько я помню, уже первый торг объявлен. Возвратные средства, они остались в государстве. То есть, они будут возвращаться уже через другой субъект. У них есть другие виды деятельности. Они обслуживают, у них лифтовое хозяйство, обслуживание лифтового хозяйства – это уже конкурентная среда. То есть, тот вид деятельности, который был по реинновации, он останется государственным. Помимо этого, Акимат Кустанайской области решил передать доверительное управление бывший детский лагерь «Солнечный» в Медогоринском районе. Напомним, что он давно заброшен. Предпринимателям предлагают приобрести его за 240 миллионов тенге. Но первые торги не состоялись, а сумма снизилась до 120 миллионов тенге. Бизнесмен, который решится на приобретение детского лагеря, должен будет привести там капитальный ремонт и организовать услуги по отдыху как детей, так и взрослых. Виктор Ваташко и Татьяна Калюжная, РТН.